Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборочка полезных приспособлений и хитрости мастеров, которые можно использовать в разных ситуациях, для мастерской и не только. И не затягивая, начнем с первой такой ситуации. Иногда есть необходимость склеить несколько деревяшек столярным клеем. И зажимая струбцины, детали так и норовятся, скользит между собой. Так вот, вам совет, как этого избежать. Просто сходите на кухню и возьмите простую соль. Затем нанесите клей на деревяшки и немного посыпьте солью. Почему так? Соль сделает поверхность шершавой, и детали будут меньше скользить между собой. А после соль просто растворится. Главное не пересолите. Вот я скручиваю их струбцины, даже не прижимая рукой. И как видите, сдвигаются детали минимально. У меня есть вот такая удобная приспособа для разметки. Я ее сделал сам. Но кто не видел, в правом верхнем углу подсказка на видео, как я ее делал. Например, нам надо нанести равную разметку для отверстий по углам доски. А приспособа, как у меня, у вас нет. Конечно, я советую вам ее сделать. Но для такой разметки можно и обойтись простым и быстрым вариантом. Для этого нам понадобится маленький кусочек бруска или кусочек черенка от лопаты и саморез. Сперва находим центр и отмечаем. Затем просто вкручиваем туда саморез. Все, приспособ можно считать готовым. Возьмем подоптную доску для разметки и таким вот образом размечаем. Легко, просто и эффективно. Легко, просто и эффективно. После того, как сделали разметку, возьмем нашу чертилку и модернизируем, вкрутив саморез подлиннее. Отпилим шляпку и вперед к шлифовальному кругу. По итогу у нас получилось вот такое шило. шлифовальный compact подпи 생각이 в school. Легко, форос elles можно исполняться. Родоп neat. Это шило. Хорошая штука болгарка, быстро подошли и отпилили торчащие болты, например. Но что делать, если отпилить надо, а болгарка как назло сломалась и отказывается работать? А все просто, для начала разметим место, где нам надо отпилить и открутим болт. Кстати, чтобы восстановить резьбу после резки, накручиваем сперва гайку. Пилить нам все равно придется, нужна будет ножовка по металлу или хотя бы полотно. Можно конечно и так попилить, но сильно ускорить процесс можно при помощи дрели. Смотрите как быстро я сейчас отпилю этот болт. Получается быстро и ровно. Напишите в комментариях, как вам такая подборочка советов или хитростей. Я лично сам ими пользуюсь и применяю, поэтому поделился и с вами. А вы уж смотрите, будете пользоваться или нет. На этом на сегодня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Спасибо вам за просмотр, всем хорошего настроения, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok